На эти занятия дети спешат с большим удовольствием. Здесь нет привычных конспектов, а за домашнее задание не ставят оценки. Зато учат снимать качественные ролики на мобильный телефон, монтировать видео и правильно пиарить себя в соцсетях. Идея создания Академии блогерства у брещанки Натальи Косичкиной появилась еще несколько лет назад. Как и ожидалось, востребованность такого рода обучения оказалась довольно высокой, признается девушка. Все то, что я наблюдала в течение последнего года, привело меня к мысли, что Академия блогерства, умение вести свои собственные блоги, то, что модно, то, что актуально, это действительно деток вдохновляет, это их впечатляет. Мало того, я вижу в этом очень классный коммерческий дальнейший путь у детей, им нужно будет тоже развиваться в этом обществе. И все мысли, так скажем, объединились в одну идею, создать в нашем городе пространство, где детей можно учить, вести свой блог, монтировать видео, снимать сториз, помогать родителям, если это актуально, вести их бизнес, ведь тоже все, в общем-то, взаимосвязано в этой жизни, поэтому я максимально хотела бы детям помочь реализовывать себя. То есть в этом я вижу свою миссию, свою цель. Многие из ребят, которые проходят обучение в Академии блогерства, попали сюда по настоянию родителей. И сегодня, спустя месяц обучения, активно задействованы в бизнесе мам и пап. Мы пока только начинаем наш путь. Самая главная цель наша – это помогать семьям и внедрять блогерство как полезный инструмент для развития, во-первых, семейных отношений, ну и также вообще для развития личности в целом. Вот, мама, допустим, наших, одной из наших учениц, она вот ведет свой бизнес, ей хочется, чтобы ребенок помогал. Уже ребенок активно сейчас выкладывает сториз в ее бизнес-аккаунт, помогая таким образом, ну, скажем, решается вопрос того, что ребенок просит на те же карманные расходы. Мама спокойно дает возможность ребенку заработать уже активным способом денежку. Многие ребята уже заметили, что за период обучения в Академии блогерства их странички в соцсетях и YouTube-каналы стали более востребованы у пользователей. Да, пока они только учатся выкладывать интересный и качественный контент, и до совершенства еще очень далеко. Но главное – это тяга к знаниям. Я просто очень сильно хотела научиться снимать хорошие сториз Инстаграм, чтобы было много подписчиков. Сколько у тебя сегодня подписчиков? Где-то 50, может быть, больше. Вообще это не очень тяжело, это просто надо научиться делать. Просто надо этому учиться, чтобы понять, как это всегда встроено. Потому что работать в некоторых приложениях сложно, и нам в этом помогают учителя найти что-то. Больше всего нравится то, что у нас хороший коллектив, то есть на лето это новые впечатления, новые друзья. И вообще тоже уроки мне очень нравятся. Я снимала уже видео в Инстаграме, то есть там были такие обзоры. Обзор был. О чем? Ну, подробнее. Ну, там я снимала блокноты своих. Ну, не ради них, а просто, чтобы применить свои чьи знания на практике, посмотреть, как вообще получается. Потому что до этого я снимала очень плохо. И вот, и сейчас получается уже, может, чуть-чуть хорошо. Есть ученики, которые уже определились с будущей профессией. Они мечтают о карьере интернет-блогеров. И добиться успехов на этом поприще им будет совсем нелегко. Главное, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.